Кашемир служит десятилетиями при должном уходе. Рассказывает Елена, вещи, сделанные из него, обладают уникальными свойствами. Медленно загрязняются. Несмотря на то, что он белый, у меня точно такой же джемпер я себе сделала. Я его ношу почти каждый день и стираю раз в две недели. Хотя я очень чистоплодный человек. Если вы его выносите на выход раз в неделю или вообще раз в две недели, то его вообще раз в сезон стирать перед уборкой на полку. Еще год назад не было ни этой прекрасной одежды, ни самой студии. Началось все с желания поучаствовать в губернаторском проекте «Новые возможности». Тогда Елена вспомнила давнее увлечение – вязание. Пришла идея собственного дела. Специалисты подсказали, что для открытия бизнеса можно заключить социальный контракт и получить поддержку от государства. На 350 тысяч женщина купила вязальную машину, пряжу, арендовала и оборудовала помещение. В разработке личного бренда и его продвижении помогли на портале для предпринимателей «Мой бизнес». Погасили 80% затрат. Какие есть еще варианты? Взять кредит, например, в банке, а у тебя еще нет клиентов. Ты купил машину, пока ты ее освоил, пока ты нашел клиентов, пока набил руку. То, что я смогла сделать социальным контрактом, запустить свой проект, у меня ушло на это год. От момента получения соцконтракта до того, как я более-менее твердо встала на ноги. Елена научилась работать на вязальной машине и обслуживать ее. Проанализировала поставщиков, выбрала фирму-производителя пряжи, чью продукцию используют бренды с мировым именем. Там пряжу делают из подшерстка кашмировых коз. «Они такие уникальны тем, что у них вот этот подшерсток появляется в очень суровом климате. Когда зима минус 50 и лето плюс 40, когда их разводят в менее резких условиях, более теплых таких, у них теряется свойство, она становится более грубая, уже не то. Вроде та же кашмирская коза, но кашемир уже не тот». Первые клиенты сами нашли Елену через интернет. Потом о ней узнали практически по всей стране. Сейчас поступают заказы из Белгорода, Москвы, Оренбурга. Теперь талантливая мастерица планирует расширять производство. «Я работаю сейчас сама, но я хочу еще мастеров себе к лету. А потом хочу еще производство. По секрету вам скажу». Наталья Житниковская, Глеб Лыгерев. «Такой день» на мире Белогорья. « Dougа в客ят сніглубий, белый кол autre» «А Pedro, снялл florî Ты в Мcioeta». «Талантливий, attraction «web warfare это».